делай нет привет мои адекватные и абсолютно разумные подписчики с вами я ваш верный наверное друг подруг спасательный круг по имени ректальная бериндейка и сегодня мы с вами совершенно внезапно продолжаем нырять в пилотку продукции валв а конкретно мы будем обнюхивать и облизывать замечательную half-life 2 и обезот 2 хотя по факту я просто промчусь по игре паровлю и наконец-то ознакомлюсь с популярной классикой а то чё как чмо игра вышла почти что через год после эпизода первое а именно в октябре 2007 года на самом деле игра бы вышла намного позже но сами волк как оказалось сделанные письки они пальцами и бы решили сделать ход конем и буквально одновременно отправили первый эпизод делать одних людей а второй эпизод других поэтому что разработка двух эпизодов было подобно гонкам двух коняшек только все бы ничего на второй же эпизод вышел аж на год позже как минимум потому что он в два раза больше и длиннее чем первый видимо разрабы учили отзывы первого эпизода и вместо куска игры выпустили пол буханки я период пол буханки 2 эпизода 2 что ж кукош предлагаю вам вместе со мной вновь окунуться в мир халфы предварительно окунувшись в имба energy ставь лайк если в детстве тоже упал в чан с имбой я конечно же понимаю что мои зрители кроме меня больше никого не смотрят но знаете что я вместе с другими контентоделателями составил топ любимейших вкусов на сайте имбы дабы зрелым папирой было легче с выбором вот мне допустим ох как нравится крем соды и барбарисик крем сода очень похож на вкус из кимона палочки жирными сливками в составе а барбарис буквально похож на карамель барбарис в жидком виде люто сладко и слегонца кисленько также им бы появился новый вкус бабл гам который по вкусу прям натуральный бабл гам а вы что ожидали от меня услышать что он похож на кофе на случай если вы еще не пробовали столь чудесный напиток то я максимально советую попробовать стартер паки можно отведать сразу несколько вкусов решить какой вкус тебе больше по душе замечательные новости имба energy доступна для заказа челиком с украины просьбы людей услышаны плюс имба объявила о сотрудничестве с мосигра ищите напиток на полках магазинов настольных игр и крутых подарков на курской и таганке имба эдерджи переходи по ссылке в описании под роликом и заказывай имбу прямо сейчас как вы помните игра окончилась на том что случился жах в башенке причем жах был настолько жах что же дотянулся до лепетывающих на поезде наши герои своей волной я волна энергетическим ударом по физиономии на именно поэтому наш гордон свободный человек просыпается в обоссанном поезде но не в обоссанном костюме ну главное что живой богу полегче даже не анчартед эх сейчас бы какой-нибудь обломок рожей словить благо помимо картин в живых еще оказалось и алекс по предложившие немного хелпа я помогу тебе выбраться алекс смотри я в подводном ржд эти оба относительно удачно пережили взрыв цитадели но сама цитадель взрыв не пережила а даже наоборот продолжает пульсировать в адских муках как губа после ляпаса таким макаром наши два опера зло вновь оказываются на дороге приключений и поначалу все идет очень даже неплохо мы типично гуляем отстреливаемся от родомной снгшной живности и даже решаем головоломки я положу сюда все камни типа чтоб удар мощнее был ну и нахуй узел связи попробуем поговорить с папой я подсоединю сюда провод чтобы все заработало не пойму что я сделала но это помогло белая роща белая роща это алекс венс вы меня слышите белая роща ответьте белая роща вы меня слышите алекс господи неужели это ты да гордон рядом со мной нам удалось выбраться из сити семнадцать итогом данного базара оказывается вывод что этим твоим шалопаем надо бы давно быть у них а конкретном месте под названием белая роща ибо алекс из цитаделли скому не сделала охрене какие важные данные способный помочь дать вражине по жопе а конкретно заставить портал подобно жопе закрыться и перекусить связь между мирами так вот юная дама к вам в руки попал код связи с главной инопланетной базой комбайнов если я не ошибаюсь а ошибаться мне нет причины то это тот самый код который пытался получить доктор мосфон сколько вы будете сюда добираться вы кстати этого чела даже не знаете и оно неудивительно ибо как минимум я его вижу в первый раз эх щас бы дыши рак и в микропичи разогреть далее по идее должно произойти очередное полу отпадное приключение и оно уже почти произошло как вдруг вместо этого случилось иное слушай алекс а вот тот мемас про и нал это точно мемас а не боже мой пиздец вы чё помоги мне алекс ахуеть и когда казалось что все окончательно проконтёхана а тянучку сейчас пожрёт таракан появляется планетянский вортигонт и спасает наше положение цыганскими фокусами трааканн аху Root Морку Ах Ах Алекс Вейнс что за беда стряслась ооо у Шимен, ты невредим, и это доставляет мне радость. Если ты её спасёшь, то я спокойно вступлю в вашу космическую коммунистическую партию. Вылечить полностью он не может, он договориться с другими своими камрадами способен, а потом появляется элементарный, но эффективный план. Отнести даму на конспиративную хату, где вортигонты возьмут для себя роль собачихи. Собачихи. Так ты, значит, хочешь, чтобы я товарища по команде сдал ветеринару? Я буду поддерживать в ней жизнь, если Фримен возьмётся прокладывать нам дорогу. То есть нам буквально дают надежду на спасение жизни, офигеть! Вот это реально, конечно, ролик Кустер Офилинг случился. Сначала всё потеряли, но на деле не потеряли. Вау. Правда, к сожалению, всё идёт по сраке в очередной раз, и наш гордон разделяется в рот негонтном. Увы. Берегись, Фримен. Фримен, если можешь, ты и мать пройти. Я отнесу её к моим соплеметникам другой дорогой. А чё мы сразу-то им не пошли? С этого момента игра начинается по-настоящему. Путь вперёд, дорога зовёт, подмышка капитал, между ног пулемёт. Перед нас ожидает сюжетный отрывок, который я называю «Приключения в шахтах». Правда, лучше бы эти приключения были в шахтах этих, чем этих. Дело в том, что лично я очень не люблю всякие мерзкие сегменты, которые Valve любит пихать по КД. Здесь же разрабы вдруг решили попробовать переплюнуть самих себя, и создали локацию «Логово тараканов сраных». Они даже сюда личинок засунули. Зато тут именно в голову подошла шутейка, которая спокойно себе в твиттер славь тикток может скоммунизить любая зрительница. Из-за угла внезапно выходит мой краш. Я. О, глядите, машонка со стены свисает. Эх, вот бы мне кто так. Конечно, вы сейчас думаете, а в чём тут ужас, баклажан? Это же просто шахты и муравьи, что тут страшного? А ужас в том, что разрабы добавились до нового прекрасного противника. Кислотные мурагины львы спокойно могут по мерзотности сравниться с мяукающими хедкрабами. Лимонный ядовитый цвет и отвратительно кусачие атаки создают поистине мерзкое сочетание. И за это я могу в очередной раз восхищенно похлопать вольвом. Эти врагам я, кстати, дал отдельное название. Кислотный пролапс. В самом деле я даже начинаю задумываться, насколько же был плох альтернативный путь до конспиративных ад, если Вортигот нас сначала повёл сюда. Твои рожи когда-таки развёл Гоя Фримана. Очень и очень быстрый Гордон From Software оказывается в закутке, окружённом шахтами. И это и есть та самая конспиративная хата. Где нас ожидают два лоботряса. И тот самый планетянин, который же тут как тут цыганит магию над нашей подружкой. Дух Алекс Венс едва держится в теле. Мои соплеменники уже близко. Смотри, чтобы нам никто не мешал. Суть следующего куска сюжета заключается в том, что другие планетяне скоро явятся. Но ещё сюда отовсюду полезут мурамины и тигры скоро. А потому готовимся к тавер-дефенсу. Эй, док! Ты... Ты ведь не привёл за собой хвост, а? Не слушай его, док. Мы на взводе из-за муравьиных львов. Вы же понимаете, что устраивать убежища здесь эта идея максимально ебантяйская. И, пожалуй, я впервые вижу настолько качественно сделан интервер-дефенс от первого лица. Насколько же гениально рыботяги Валв. Буквально из говнопалок, мочи и ассетов соорудили рофельный замес. В какой-то момент становится максимально жарко во всех незагорелых местах, а ситуация приобретает горестные обороты. Но именно в этот момент является инопланетная Братва, и уже вместе с ними картон-формалин зачищает финальную волну. Мы истребили эту популяцию. Медицинская банда в сборе. В ходе тщательного исследования ранений Алекс Венс осознается факт. Деваха избита не просто до лоу-хп, а прям до минус-хп. Поэтому в ход должно быть пущено сверхмощное лечение. Чтобы спасти даму, вортигонты решают заторчать с помощью некого личиночного экстракта муравьиных львов. Для того, чтобы сеанс группового торчания случился, нам даже выделяют напарники глав вортигонта, принесшего сюда деваху. И в кои-то веки туса с насекомыми приносит никакое-никакое удовольствие, ибо вместе веселее. Да и товарищ наш весьма щедро на добрые слова. Я в детстве столько положительных слов и веры в меня даже от родителей не слышал. В какой-то момент это меня даже смущать начало. Хотя с его стороны в один момент случился скрибер, от которого я чуть сердце не высрал. Ага, я знал, что истинное предназначение ям в том, чтобы из них выбирались фримены. Мутак! К сожалению, совместные побегушки быстро обрываются после небольшой стычки с зомбями и клопами. Конкретно наш мастер-монтировка оказывается самым в сердце логова. Один на один с ядовитым стражем, которого, к моему удивлению, нельзя убивать. Ибо это повредит муравьиный сок, нужный нам для медикаментозных дел. А то, что он мне сейчас харю повредит, это никого не волнует, да? Вообще, данное место надавило на некоторые точки внутри моего мозга. Дело в том, что это место очевидно, что-то типа родильного склада. А посему здесь порой очень много молочно-детских оттенков. Я уверен, что эти стенки пахнут сухим коровьим молоком. И на вкус такие же. О, а вот и отсылка на урожайск. Этот, походу, уже дошутнярился. Когда-нибудь технологии поднимутся настолько высоко, что кто-нибудь этой личинке в рот засунет свой пинус. В итоге от стража сваливаем, с товарищем планетянским воссоединяемся, а под конец заходим в святая святых. А-а-а, какой объем экстракта, какой крепкий аромат. Где Вартигонт ворует чистейший муравьиный сок, видимо, тем самым убивая остальные личинки. Я хз, на самом деле, как это работает? Да начнется казантип. Вартигонт уже потирает ручки перед групповым зачилом. А дабы горбушке не было обидно, они его тоже зовут заторчать. И, к сожалению, заторчин пати случается с перебором. Связь между вами похожа на связь Вартигонта. Доктор Фримен. Ох, опять ты чебурек, бюрократный. Не то, чтобы я имел что-то против тебя, чел ты кайфовый, но вот каждое твое появление не сулит ничего хорошего, а потому уж не обессудь, если я пошлю тебя прогуляться в СВРКУТУ. Я осознаю, что выбрал не лучшее время для беседы тет-а-тет. Но мне пришлось дождаться момента, когда ваши друзья не смогут нам помешать. Были времена, когда мисс Венс для них ничего не значило, что человек казался агрессивным существом с монтировкой в руках. После Паукичи я отправился на инопланетный завод, где также убивал, стрелял, резал, уничтожал. Господи, да Фримен даже похлеще Бласковича будет. Вытащив ее из черной мезы, я поступил наперекор уверения в том, что она обычный ребенок, не представляющий интереса. Я научился пропускать возгласы неверующих мимо ушей, поскольку подавить их было невозможно. Я не привык, чтобы мои усилия пропадали в Туне. И я уверен, что ее значимость еще выше, чем представлялась вначале. Пришло время вернуть мне должок за то, что я спас вашу жизнь. Поставьте ее в белую рощу, доктор Фримен. Мне бы хотелось иметь больший простор для действий, но я связан определенными ограничениями. Да, так вот, запомни, моя дорогая, когда ты увидишься с отцом, передай ему следующее. Будь готов к непредвиденным последствиям. Все забывается, как опиумный сон, а наша тянучка Алекс оказывается живой и здоровой. Лично я этому был максимально рад. Вот, реально, без шуток, аж на сердце отлегло. Боже мой, я думала... Я думала, что умерла. Охотник комбайнов нанес тебе смертельные раны. Так вот, что это было. Мы собрали раздробленные кости и восстановили внутренние органы. Но твою ворд-сущность вернул в тело Фримен. Да, это похоже на Гордона. Однако радоваться времени особо нет, ибо времени потрачено много, а в Белую Рощу двигаться надо. В этом нам снова помогает товарищ планетянский коммунист. Эти два красных пятна озаряют меня волнами ментального дискомфорта. Господи, бедная Алекс. Да, враги дружно двигают, и двигают они в сторону Белой Рощи, а значит, надо бы газануть. И как бы это ни было иронично, я это говорю буквально. Планетянин-экстрасенс ведет нас вперед, вперед через муравьиных львов, пытающихся безуспешно взять реванш. Обидно, да? И прямо до моста, где нас ожидает гоночный мотоблок. Правда, перед этим, разумеется, нас ожидает небольшой сегмент зобями и хедкрабами. Честно говоря, мне весь спектр эмоций будет проще передать через мой фирменный колхозный монтаж. Да ладно, хуй с ним. Пошло все в пизду, сколько можно, блин? Надеюсь, суть уловлена. А вот и тачка. Береги себя. Таимно, люди. Прощайте. Законфта с вами для меня честь. До свидания, чемодан! Бокзал нахуй! Прощай, в рот мне гонт, не побинай лихом. А мы же с Алекс готовы к новым совместным приключениям. Честно говоря, лично я боялся, что именно на этом эпизод и кончится, потому что на данный момент я наиграл по времени примерно столько же, сколько в эпизоде первом. А так и меня совершенно внезапно ждал сюрприз. Игра продолжается, и при этом продолжается достаточно приятно. Мы на машине. Рядом замечательная дама, к которой мы спасли жизнь. А впереди дорога. Эх, вот бы эта игра никогда не заканчивалась. Данный сегмент, я хоть и называю приключения на дороге, довольно много геймплейных ситуаций с дорогой не связаны. Так что будем называть приключения на дороге с остановками. Например, сразу же после выезда дуэт попадает на некую базу с радиовышкой, где Алекс и Гордон после эпичной драки супротив негодейских военных технологий пытаются связаться с Белой Рощей и предупредить о наступлении врага. Естественно, это не получается, ибо местные бабки видимо доворчались и вместо 5G вышки тут поставили вышку от башинформсвязи. И все бы ничего, но не успели эти двое далеко отъехать, как внезапно состав натыкается на подозрительную ферму, где, как оказалось, чилит один из из вражеских советников. По виду очень похожий на картофелину. Огромной удачей его носит даль некими высшими силами, видимо, обратно домой в Белую Русию. А можно случиться момент, где мы просто не будем драться, а будем на расслабоне и на чиле, а? О боже, 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 неужели это погоня от вертолета? Как старые добрые времена, да еще и в стиле Крэйзи Тэкси? Хей-хей, come on over, have some phone with Крэйзи Тэкси! О боже, как же это прекрасно. Ммм, фарпост постанцев. Надеюсь, вы меня в очередной раз не заставите из ракеты застрелять по вертолету. В прошлый раз за меня это как-то уже подз... Играть в горячую картошку против вертолета это воистину что-то новое для меня, признаю. После этого шикарного эпика По-хорошему бы Шишандос в душе помять Да поехать дальше, но, к сожалению, двигло от тачки ломает По станции без проблем всё подчинит После того, как ботан с монтировкой совершит ползучий марш смерти В сторону базы негодяев неподалёку Лишь после этого ребят отпускают на все четыре стороны И заодно дают возможность мониторить ближайшие скроны с Хабаром Ёпты, ну и хабары тут у вас хитро выеденные Кайф лутерский длится недолго Ибо он прерывается очень серьезной западней Которую я лично даже поначалу не воспринял Врагов было так много, что я буквально ожидал Когда же появится внезапный пендаль с коневодами Однако никого не случилось И поэтому драться пришлось мне Драка, кстати, была лютой Ибо такого количества врагов в халпе я реально давно не видел Зато это, по сути, был самый последний стычка момент Сразу после этого наши двое пригнали к Белой Роще А заодно лицезрели, как пёс накостылял Био-три ноги Давай, пёс, кусай его за яйцы Наконец-то мы на месте По сути, это главная точка скопления повстанцев А ещё тут собрались все наши старые добрые знакомые Кроме Барни Я, к огромному сожалению, вообще без понятия Где он и выжил ли он вообще после мощного взрыва цитадели Надеюсь, с ним всё в порядке Я прям реально переживаю Эй! Гордан! Ты пришёл! Папа! Алекс! Я боялась, что больше тебя не увижу Ну-ну, детка, всё хорошо Эх, Илайчик, ты бы знал, как я рад тебя видеть Ох, чё-то я замечаю, что реально прочувствовался персонажами Вот вроде, проходил Ведьмака, Готику, но конкретно тут эмоциональный поток идёт на совершенно ином уровне Меня это даже не мной Не-не-не Два нерда подготовили ракету, с помощью которой они планируют обрубить портал врага от мира нашего К тому же они уже готовы идти расшифровывать данные, которые принесла Алекс Однако товарищ Зануда всё не прекращает занотствовать Правильно, я тут работаю без передышки, пока вы устраиваете торжественный приём Я каменщик, работаю три дня без зарплаты В какой-то момент он даже решает послать Гордан зачистить шахту от вредителей, тригерящих тревожную систему Однако по итогу эта вылазка обернулась лютой битвой супротив врага, рьяно желающих помешать запуску ракеты Их-то мы, конечно, выгоняем, но этого совершенно мало Ибо вдобавок надо бы отбиться от вражеских тренок, которые способны сбить ракету, стоит ей только пукнуть за пределы шахт Однако перед этим случается очень важный для сюжета момент Ребята просматривают запись Джудит, на которой видно некий корабль Бори, чьим владельцем оказались некие Апертуры Сайенс Ага, где это слышал уже? Борей? Он действительно существует? Ага, несмотря на свой мифический статус, это реальный корабль Наши коллеги из лаборатории исследования природы порталов открыли довольно многообещающий проект Но они так спешили обойти черную мезу и получить грант, что пренебрегли стандартными мерами безопасности Мы слышали, что корабль просто исчез Испарился со всей командой В общем, Илай заради бугуртида заявляет, что корабль надо уничтожить Ибо на корабле находится опасное оружие портальное, которое не должно попасть в чьи-нибудь руки И будто бы этого мало Алекс неосознанно доставляет сообщение Жемена, и это чуть не грохает батю Будь готов к непредвиденным последствиям Что ты сказала? Папа Илай, оказывается, все прекрасно знает про чиновника портального И его буквально от него аж трясет Он обещает рассказать про него куда больше потом А пока что же нам следует заняться треногами И именно тут, да-да, именно тут начинается то, что я даже не знаю, как назвать Нам дают в руки люпучие шары, которые выдаются через портальные диспенсеры Теперь целься в корпус страйдера Вот и все С помощью них нужно защитить всю эту локу от врагов А точнее от этой треногой цапли В количестве много штук Не знаю, удается ли вам это прочувствовать через видео или мои слова Но покатушки на машине, в поисках врага и угарность битвы превращает конкретно данный сегмент Самый шедевральный ивент всего второго эпизода Порой приходится катить небольшие точки с домиками на карте Подзаряжаться, хилиться, брать бомбу, цеплять на машину Катить ее дальше, чтобы бам, промазал И все по новой, это шикарно Вы как хотите, а я открыто признаю так называемый Валв Супер Масси Шедевр Что ж, вы не поверите, но это по сути все Вся банда вновь собирается и радостно готовится к запуску ракеты, которая закроет портал в мир врага Радость, это понятно, победа Все, огромнейшая работа сделана и отныне враг отрезан от подкреплений и своего мира Теперь же Алекс и Фримена хотят отправить на миссию по уничтожению корабля Борея Это важная задача и совершенно не ясно, как она завершится А потому Элай лично желает проводить наших героев Тут я же заранее прошу меня извинить, но саму концовку эпизода я покажу уже на английском языке Ибо локализаторы адбуки вконец запороли диалоги, из-за чего многие диалоги сбивались И озвучивались то на русском, то на английском Не волнуйся, папа, мы все все в порядке Я просто желаю все это не хватало на вас, Алекс Мама будет так рада Дад Давай, Гордон Вы все, у вас есть все, что нужно Я думаю, что Доктор Клинар дала нам Бореалис координат Мы будем держать фрагменты на радио, если Юдит пытается прийти к нам снова Хорошая идея Она может сделать другую попытку О, нет, Дад Гордон, помоги! Дад Алекс Дад Дад Гордон, помоги! Дад Папа, подожди! Нет! Папа! 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 Ох! 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 Я люблю тебя, Папа! Папа! Я люблю тебя, Папа! Не губь! Нет! Ох! Нет! 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 Гордон! Нет! Нет! ДАД! Ох! ДАД! 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 Ох! ДАД! ДАД! Ох! ДАД! 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 иные, талантливые, но абсолютно больные. По идее, вскоре я должен начать для вас снимать Аликс, но к огромному сожалению, у меня нет ни мощного компа, ни Valve, индекс. Так что, скорее всего, мне пока что придется вновь переключиться на пожилые горе, чуть-чуть поклянчить вас лайков под этот ролик, а возможно даже и под другие последние ролики. Или же мне придется снова делать ролики по столкачу, чтоб бабос появился. Но ничего. Фанаты Хэлл потерпели, вы, я думаю, тоже смогете. А я же пойду. Переварю все увиденное. Нет, реально, надо же взять и закончить на самом... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова